Всем привет, с вами Аракис и это вторая часть выпуска и обзора моих монстров. Итак, посмотрим кто же у нас сегодня на очереди. В прошлом видео мы обозревали вот этот ряд и начнем со второго то есть баретта перейдем к более комфортному виду где чаще всего использую его я это конечно же башня он у меня в лидерах естественно за счет своего навыка 19 процентов скорости это не лучший конечно же прирост по скорости но вы понимаете к примеру ту же ванессу там не повязаешь ее лидерка не работает нигде кроме арены вот он у меня с 1 по 100 этаж как многие видели на прошлых моих моих видео также на харде я вот уже использую по моему я в нигде даже и не менял и самый главный плюс конечно же этого монстра это его третий скилл феникс вот когда вы авейкаете то есть он кидает феникса и может нанести сразу же 2 дота по 3 хода следовательно за каждый ход монстр будет терять по 10 процентов своего хп неважно сколько у него там 2000 хп либо 150 тысяч хп 10 процентов за каждый ход следовательно один бар это массовая если конечно же удачи вам фартанет следовательно с каждого монстра он может снять по 30 процентов а за счет того что монстр одет у меня в despire поговорим об этом позже он также является очень хорошим контроллером следовательно зачастую одного двоих монстров стабильно с пяти станет это я говорю по поводу башни также второй скилл который помогает контролить таких монстров как ну я не знаю к примеру на боссе если вы не хотите чтобы там босс использовал свой какой-то навык к примеру прошлую башню харда пятидесятый этаж я думаю помнят все темный пионер который своим третьим скиллом не знаю как у кого но в принципе моих монстров он троих с пятерых сразу убивал за счет одного скилла я надеюсь это немного пофиксят понизят ему силу атаки с третьего скилла но это очень было больно и за счет барреты а также ахмана который держал его постоянно в агре я прошел тот этаж и так вернемся к баррете пройдемся по поводу навыков ну первый нам навык ничем не примечательный простой урон если критует получает баф на шанс крита вот перейдем к рунам зачастую на баррете одет ну девять десяти случаев это естественно же ой а что же у меня такое кстати я только вот сейчас обратил внимание да менял я руны не досмотрел видите фокус не одет у меня ладно переодену его чуть позже вот зачастую одет на нем фокус сет и деспайр он же печаль можно фокус поменять на любой другой сет самое главное ему догнать точность но как вы видите точности у меня 25 но вот сейчас от переодену будет как минимум скорее всего 45 на практике скажу так что башни проходил когда у меня барреты было 16000 хп в сумме в сумме 16000 хп и точности около 97 или 98 феникса кидал он доты плюс турбулентности он также снимал атак бар как и вот сейчас при теперешнего 25 процентах или 40 и я просто струны и игрался видимо не доглядел вот то есть шанс дота я не заметил чтоб он перестал там доты накладывать либо атак бар снимать турбулентностью в общем как по мне точность лично в башне не особо важна для такой персонажа как баррета сужу просто по своей сводке как проходил я но зато ему сделать естественно прирост по хп огромный и 27000 хп на в башне с первого по сотый этаж его не ни разу я не терял барретту его убить фактически невозможно даже на пака на таких этажах где полностью водяной пак стоит все равно они не могут его добить у него и защиты в принципе неплохо плюс под хил идет постоянный поэтому 27 косарей хп снять достаточно тяжело с этого персонажа и так плюсы персонажи естественно в его дотах часто его используют также на арене под кого его используют ну зачастую под такую как хелл леди воды которую мы обозревали за счет ее второго скилла она сильнее бьет по дотам и часто его используется фритом ветра так как чем больше дота не дотов прошу прощения а дебафов висит на монстре тем сильнее ударит и фрит своим третьим скиллом вот поэтому его и юзают на арене но лишь в атаке в защите барретта фактически бесполезен тот же тайрон естественно лучше в защите так как у него больше контроля с третьего скилла и родной стан есть вот пройдем дальше минус этого персонажа да в принципе наверное нет ну скажу так я его использую чаще на драконе на гиганте он не нужен так как все таки по 10 это водяной монстр так что в принципе часто его использую где форме эссенции всякие он очень помогает проходить волны плюс доты монстры разлетаются очень быстро плюс босс даже кстати на водяном данже b10 фарме а эссенции я использовал барретту и знаете довольно часто от феникса проходил даже вот дебафы то есть доты на босса и босс умирал в разы быстрее насколько вы помните у b10 водяного босса 1 миллион 600 тысяч хп около того поэтому тот и там конечно же решают если вы возьмете монстров которые не игнорируют броню либо не бьют от хп монстра либо без дота вы хочу очень долго его ковырять очень долго плюс там правая башня дает то ли иммунитет я не помню вот то ли еще что-то поэтому я начинаю с правой башни так перейдем к следующему персонажу следующий у нас и фрид темный он же тессарион получил я его первым после того как нам нафармил 100 кусков и не хотел я его честно говоря хотел водного теомарса но знаете не водяного я тоже хочу но огненный меня абсолютно не разочаровал в чем прикол этого персонажа я думаю вы знаете естественно он используется зачастую за счет своей пассивки так как он своей пассивкой когда он атакует он выключает чужую пассивку то есть это прямая контра таким как дариону тому же веромосу особенно веромосу за чаще всего я использую против него для того чтобы он своей пассивкой не снимал он дебафы себе и всему своему пати вот так же за счет своей же пассивки когда он вешает любой дебаф он сильнее бьет вот как видите на 20 процентов сильнее его зачастую вот перейдем к рунам зачастую его одевают как саппортом в принципе таким он и является урона от него великого вы скорее всего не дождетесь потому что вы скорее всего пожертвуете хп защитой резистом точностью и он у вас будет полу такой вот полу dd полу саппорт непонятно что поэтому зачастую конечно же его одевают в хп защиту там не знаю ну и естественно в скорость для того чтобы он чаще ходил вот идеальным сетом для него это конечно же является виол и контратака так как его пассивка работает если контратака сработала он тоже на кине табли вен вот ну так как у меня контрат с контратакой не везет раньше я дракона не формил сейчас начал формить но все равно толковых рун не падает поэтому одет он у меня сейчас вот так вот итак перейдем по рунам одет он в скорость видите вторая руна неплохой доп стат на силу атаки вы поймете почему я делал именно эту руну ему вот здесь ничего такого в принципе догоняла ему точности побольше как-то в свое время и в четвертый слот я ему решил одеть крит урон многие скажут что нет смысла когда у тебя там шанса крита меньше 70 процентов и так далее и тому подобное знаете когда он дает три атаки и хотя бы там одно-две критует уже неплохо и первым скиллом зачастую в раскол он бьет от 12 до 17 тысяч по каким-то там часунка моя считаю что таки неплохо знаете особенно когда срабатывает вел и он часунку фактически в соло выносит ты это все-таки неплохо я считаю вот и четвертый слот у меня шестой слот прошу прощения на точность стоит вот сейчас общие статы покажу его видите крит урон неплохой у него выходит конечно же крит силу по возможности ему постараюсь поднять но это такой экспериментальный все-таки вариант зачастую его одевают в скорость хп и точность либо скорость хп хп к примеру и догоняют ему около тридцатки тысяч хп для того чтобы он был более толстый урона он меньше естественно выдает но и точности у него где-то выходит около 100 по поводу точности скажу так что я полностью снимал эту руну вот менял ее там помогу на атаку либо еще на что-то то есть точности в нем получалось около там 30 с копейками опять же разницы я особо не заметил возможно возможно где-то может мне не так везло где-то реже он кидал закидывал раскол со второго скилла и честно говоря если я найду руну вот сюда на атаку либо даже на хп получше чем вот это моя то я ее одену и не буду париться серьезно так как точность я так понял на этом персонаже не особо решает у меня и 93 но в принципе и с такой точностью у меня проблем на арене тоже нет где его использую это естественно арена и гв то есть в каких-то данжах я не вижу ему применение разве что в то в башне можно его провязать особенно на этаже где как вы помните находится веромоз так как там пять персонажей сам веромоз и его 4 миньоны у всех у них есть пассивки те же первые и те же светлые тассисты вот поэтому там он в принципе тоже может помочь но я контролю тот этаж без него так как все таки кроме свои пассивки и но части раскола он там не нужен вот его слабые стороны это конечно же если закинуть на него раскол за контроль это какие любого монстра и малая сфера юзабельности все-таки он более аренный персон персонаж для арены и персонаж для гв но я им доволен естественно хотел бы получить еще водяного хотя и ветреному тоже буду рад так как у меня вы помните появился пират под пирата неплохо заеден и зайдет даже ветреный вот перейдем дальше кстати забыл я говорить о говорить по поводу барреты пороном но я вернусь к нему в конце прошу прощения так ведро перейдем к нему к нашему ведру получил его тоже отчасти недавно использую где-то недели три наверное около того вот в чем плюс этого персонажа это естественно его навык то есть 3 навык кипящая кровь пассивка и скажу так к нему перейду по поводу скиллов проточки если у вас получилось так что вы первый там скилл ему замаксили по полной если у вас уверяю вас это значит вам повезло если не начался макситься второй скил а второй скилл у вас к примеру 4 уровня не нужно делать 5 уровня для того чтобы убрать вот когда одного хода почему приведу пример ваш ведро или ваше ведро даже не знаю как правильный будет выражаться допустим вердых аль стоит у вас защите там на гв на арене по боку вот и когда он в защите к примеру и юзает свой второй скилл он своей пати заливает всего лишь 20 процентов атак бара но если он юзает первый скилл он заливает 40 так как у него две атаки с каждой атаки по 20 процентов также те кто формят то там я не знаю башню дракона по 10 там по 9 или ниже то есть не на авто а руками они понимают что первым скиллом лучше бить чем вторым второй наносит немного до больше урона как немного в принципе почти в два раза но первый скилл он более профит не так как ваша пати будет быстрее ходить а так как ведро сильно уж своим дамагом разве что у вас там кита убер руны и можно его одеть там чуть бы не в кд и он будет выдавать действительно неплохой урон но в основном у всех ведро это полу саппорт который все-таки добавляет скорость всей своей пати следовательно party быстрее ходит их его можно сравнить и его часто заменяю на вот нашего петушка о котором мы позже поговорим бернард вот они некогда же похоже если честно вот и по поводу второго скилла поэтому чем реже он будет юзать свой второй скилл тем лучше для вас и ваша пати будет ходить чаще уверяю вас лучше нет и не дотачивать второй скилл дэвилмонов на него тратить я вообще не советую нет смысла то есть урон у него повысится мизерно копеечна от того что у вас точнется второй скилл на пятый уровень уверяю ваше ведро только станет хуже на арене но в защите я имею ввиду конечно же когда вы атакуете я использую только первый скилл вторым скиллом разве что там не знаю уже добить надо кого-то и нужно просто внести больше дамаги для того чтобы не тянуть время вот перейдем к рунам а да хотел бы сказать где я его чаще использую это конечно же башня не скажу что с первого по сотый этаж так как есть некоторые водные паки где его часто убивают и его часто меняю на бернарда иногда бернард нужнее так как у него все-таки раскол есть и третьим скиллом все-таки тоже повышает всем скорость атаки поэтому иногда я его заменяю не не во всех этажах я его использую вот на арене его использую где-то 9 10 в последний последних моих боях то есть он у меня частый персонаж ну нереально крутым я считаю этого персонажа он не решил проблему с авто b10 буквально вот его я получил и все я начал b10 фармить дракона почти на легке там один может со ста я не прохожу это в принципе еще не понимал не понимаю почему иногда очень редко бывает что я не прохожу на авто но это это мелочи это если было там не знаю там два-три раза с десяти тогда да я бы задумался что можно нужно либо кого-то променять либо проточить ровны и так перейдем к рунам чаще всего естественно его одевают виол и контратаку опять же контратака у него работает с его пассивкой один из немногих персонажей кого не работает контратака на пассивку это ахман ну я считаю это вообще была бы имба но с другой стороны почему тогда у всех не выключить да вот к примеру урон же уменьшается то есть насколько вы знаете если срабатывает виол то вторая ваша атака наносит не сто процентов а уже 75 то есть она будет слабее не удивляйтесь почему то есть если у вас виол сработал следовательно экстра ход вы получаете вы бьете чуть-чуть слабее потому что 75 процентов вот от родной атаки и лучшими до рунами на него будет вел и ответ некоторые извращенцы одевают на него три сета ответа в принципе знаете зачастую это тоже проканывает так как многие кто не знает там ну ты же никак не можешь просечь до когда нападаешь на игрока какие руны у него там одета зачастую ведро даже одевают свифт это такой бюджетный вариант начальный естественно лучший вариант если нет толкового виола там на скорость и на все остальное то естественно его одевают свифт и вот клинок то есть blade для того чтобы догнать ему сто процентов крита это обязательно для него так как его пассивка просто не будет работать и по поводу первого скилла мне задавали вопросы человек у меня спрашивал к примеру моего ведро там 50 процентов крита я наношу две атаки своим вторым скиллом что означает вообще этот шанс крита то есть человеку объяснил так что две атаки имеют разный шанс крита к примеру первая атака у вас может нанести крит 2 нет вот поэтому при 100 процентов крита естественно по таким стихиям как ветер и огонь там тьма и все остальное но есть некие пассивки которые мешают этому вы будете корритовать сто процентов двумя атаками и также если вы будете бить противоположную стихию к примеру вот вода вот у вас есть шанс либо две атаки дать в гланс то есть не крита ноте ваша пассивка не сработает следовательно атак бар не зальется для всего вашего party либо там к примеру одну атаку одна атака у вас крита нет другая войдет в гланс либо если вы очень везучий там две атаки пройдет критовых но не советую бить на арене ведром водяных монстров потому что вы просто грубо говоря потеряете ход неважно даже если иммунитет висит на огненном монстре лучше лучше бейте его вы не нанесете урон но зато атак бар всей пати вы поднимите кстати тоже плюс вот перейдем также к рунам видел я ведро даже в таких экзотических рунах как ответ плюс the spire да и за счет того что он часто ходит плюс у него две атаки с первого скилла знаете иногда даже и такое работает и я уже даже не удивляюсь к примеру когда вижу ведро в the spire я не скажу что это классный сет я в себе буду ставить я все-таки приверженец виола плюс ответа я считаю это лучший показатель для него то есть кпд у вас вырастет в разы и все остальное это уже такое извращенный бред но опять же это всегда зависит от основного остаток примеру если у вас нету там ответных рун вот в четвертый слот к примеру на крит силу для того чтобы поднять сто процентов но у вас есть вот как у меня мощь то есть хпшная руна energy то у меня вариантов не было естественно я поставил хп руну и догнал ему сотку крита то есть это всегда зависит от того что у вас есть не нужно ставить ему какой-то виол 2 3 звездочный из-за того что так правильно и рассказал какой-то там вася пупкин либо аракис то есть тоже неправильно одевайте на него лучшие руны которые вы считаете у вас есть и добивайтесь максимум от этого персонажа вот ну его слабые стороны опять же его полностью контрит тессарион так как он ему выключает его пассивку вот это его слабая сторона также этот персонаж не любит такой добавка гланс вот который вешает к примеру тот же тайрон вот этот дебафф для него фактически смертелен так как он не может критовать но не всегда там по моему процентов 40 от того что он не сможет критовать а если вы будете бить при этом еще и воду то шанс того что вы критонете будет там чуть бы не пять процентов не удивляйтесь что вы не критуете и при этом думаете что позже у моего же там ведра сто процентов почему он не критует вот и в общем вот такая вот история персонаж очень юзабельные он используется фактически всеми на арене что в защите что в атаке часто используется на гв также я его использую на гв очень хороший персонаж я его долго ждал я его получил и так перейдем дальше кто у нас следующий шэнон шэнон поначалу скажу так что вы можете ее использовать абсолютно везде это один из лучших баферов тем более этот персонаж двухзвездочный вы его можете получить как угодно с неизвестного свитка купить в магазине я не знаю там скиллы и прокачать этой полу птички полу бабе полу феи очень легко скиллы у нее классные сейчас перейдем к ним вот первый скил ничем не примечательный второй скилл прошу прощения притормаживает второй скилл это массовый скилл он замедляет вот шансом который догоняется до ста процентов если вы всего усилить и и при этом его можно взять каждый по сути дела второй ход вот за счет этого дебафа ваша скорость ускоряется к примеру с таким сочетанием как ведро и шэнон которая закинет на всех замедление скорости вы понимаете ваш прирост скорости увеличится чуть бы там не в два не в два там а то и в три раза если вы в этом еще и застанели кого-то и так далее вот поэтому скилл 2 очень хороший и к примеру вот сейчас когда я проходил башню до этого обновления месяца я зачастую вот 3 и и скилл перейдем к нему но это обычный я считаю скилл вот вешает защиту и атаку на три хода то есть ничего дополнительного не дает то есть зачастую проходя башню я третий скилл и и даже не юзаю а я лучше использую первый скилл и буду иметь шанс сета деспайра которому дальше перейдем нанести там за станет монстр чем закинуть щит который в принципе на моем этапе мне уже не нужен то есть этого монстра использую только из-за того что в него сет деспайр одет и вот как вы видите в массовый скилл которым тоже контролишь плюс плюс закидаешь дебаф на скорость поэтому вот так третий скилл я очень редко юзаю там на босса где-то когда мне уже нужен баф либо моему монстра там кого-то я считаю что сейчас добьют в общем вот такие вот дела то есть я даже очень редко бафы поначалу вы можете использовать шеннон даже на арене почему бы и нет это очень неплохой персонаж а баф на три хода очень такие решабельный персонаж из минуса его скажу так что она очень слабенькая по хп вот увидите 40 уровень но родной стат хп у нее очень маленький и догнать и там какое-то число там типа 20000 хп в основном не то что нереально но не рентабельно потому что вы пожертвуете либо точностью либо скоростью атаки либо еще чем-то вот поэтому средняя шеннон это 15000 хп и защита его около 1000 то есть тоже на ее одеть защиту почему бы и нет родной стат защиты у персонажа довольно таки большой вот где использую я это приблизительно 95 этажей со 100 башни то есть она у меня там любимица она используется с первого этажа за счет своей массовки ну первые тоже вообще пролетаются вот где еще ее можно использовать принципе на sd ее можно использовать как вы знаете проходя башни и поднимаясь там с первого выше 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 этажа баф ваши не прерываются и не заканчиваются то есть вы переходя там на второй этаж на третий если вы баф кинули то он у вас остается не так как в данжах что бафы все аннулируются вы немного подхиливаетесь и так далее вот на гв я ее очень резко и редко использую на арене и и вообще не используют так как ее отчасти аналог у меня мэган которая добавляет атак бар а на арене это более важно плюс у нее есть второй скилл который которому уже говорили он же снимает баф и зачастую я мэган использую против этого тео марса марсика вот так же из минусов этого персонажа ну да скажу единственный наверное и минус это все-таки хп и и очень наверное все-таки легко убить особенно если ставить ее в защите я вообще не вижу смысла и и где-то там видеть так как если она не даст свой третий скилл она очень быстро умрет тонкий персонаж скорость я не советую ей делать там 200 и выше и тому подобное и ей это не нужно так как бафает она и так довольно часто перейдем к рунам зачастую ее одевают либо свифт опять же это бюджетный вариант начальный вот так как хотят и повысить скорость попросту скорость вот и одевают либо energy либо фокус либо можно даже тот же резист одеть но желательно ей догнать точность приблизительно там хотя в этом 70 80 и выше потому что второй навык и и все таки зависит от точности и чем больше вас точности тем чаще вы будете закидывать слоу то есть замедление на персонажей также что еще я видел на арене одевают и некоторые ответ хотя тоже не вижу я в этом ничего такого то есть у нее какого-то там супер дебафа с первого скилла нету но люди одевают в то что есть поэтому шума и мотома ему вот но лучшим вариантом естественно для прохождения башни то и вообще это the spire set то есть вот как я одел это опыт защита но в идеале здесь тоже должен должен быть опыт стоять так как вы же понимаете к примеру вот этой вот моей валькирии ей не важно что здесь стоит защита хоть и все слоты там защиту и так далее то есть фалька игнорит это также как и люшин и тому подобное но она у меня одета из-за того что просто лучше рун нету одета в то что одета и в башне она тоже очень редко умирает за счет своей защиты и хп то есть у нее некий такой баланс идет персонаж очень таки неплохой советую вам прокачать если у вас проблемы с бафами особенно в башне то уверяю вас шэнон решит эти проблемы прокачать ее легко особенно скиллы терзайте лучшая помощница в башне я даже не знаю на как на кого ее заменить в дальнейшем пока у меня нет лучше бафера чем шэнон и так перейдем к следующему бернард бернард конечно же если у вас нет этого персонажа я его подставлю под такой вот некий ряд это как святая четверка наверное даже пятерка это белладеон дарион которого кстати у меня нет но я вам не говорил кто у нас ахман ахман тоже отчасти умирает но он у меня есть и я его зачем перейдем к нему потом но я его тоже в башне юзаю приблизительно там в 90-х 90 этажах состав вот так вот поэтому бернард советую вам прокачать он очень пустит вашу пачку так скажем прокачивает и ускоряет это нереально классный персонаж для своих трех звезд и он вам очень сильно поможет его лучшие сеты это конечно же перейдем сразу к сету потом поварим о скиллах это свифт и в принципе любой другой сет чаще одевают фокус для того чтобы его второй скилл наносил раскол на атаку и защиту вот поэтому одевает такой вот сет естественно и ему нужно разогнать максимальную скорость так как родной стат скорости у него достаточно большой не самый быстрый но большой вот поэтому ему поднимают максимум скорости хороший бернард это 250 и выше скорости некоторые разогняют ему трехсотку но трехсотку это вот здесь 300 в сумме получается но вы еще учтите что есть лидерка которая добавляет именно процентное соотношение к примеру вот та же ванесса добавляет сколько там у нас 33 процента по моему я уже забыл сколько она добавляет до 33 процента вы понимаете от 111 это не 33 а там около 35 36 не будем считать следовательно некоторые бернарды получаются в сумме со скоростью около там 350 даже и выше так как еще есть тотем который дает 15 процентов не именно стат а процент от вашего белого числа вот поэтому добивайтесь ему максимальной скорости и вы увидите как сильно он вам поможет зачастую на арене он если к примеру сравнить с каким-то там я не знаю арнольдом то наш бернард походит раза три арнольд один и иногда даже вот такую птичка как бернард может добить арнольда конечно же если тут не из нее третий скилл и не шот нет бернарда но серьезно птичка очень хороша и перейдем к навыкам и точнее продолжим по рунам часто ну как часто если у вас вообще нет никаких рун то альтернатива для него это конечно же виол то и в принципе любой сет прошу прощения и так продолжим вот по поводу бернарда что еще ему можно одеть что еще ему виол да это как вариант чаще он будет кидать но вообще нет смысла ему отвела чаще кидает раскол но он и так быстрый вы увидите он ходит настолько быстро на арене то и в принципе в башне его часто юзают так что второй скилл он может использовать в два в три раза чаще чем вообще моб там выйдет со стана либо вообще походит вот то есть персонаж очень классный бустит свою команду его минусы да в принципе я их не вижу единственное то что это стихийный все-таки персонаж и тот же опять же о котором мы говорили арнольд он зачастую даже шотит бернарда у бернарда редко видно больше там 20 тысяч хп так как его стараются одеть в точность вот как у меня одет хп но у меня деда те это защита ну и естественно скорость любые руны которые у вас есть на скорость одевайте не обрезайте этот персонаж очень хорош очень таки да реклама бернарда так и перейдем дальше это наша валькирия сразу же говорю это не эталон это не лучшая валькирия которую вы увидите и так далее я расскажу не о своих рунах свои я тоже естественно покажу вы ведь часто видите на гв я использую фактически там ну в каждом бои потому что многие у меня задают вопросы почему ты действуешь однообразно и так далее и тому подобное но я отвечу на это коротко и четко если у вас есть один монстр вообще какое разнообразие вы сможете добиться если у вас один монстр вот я беру свой учет в ряду шесть монстров да посчитаем у меня допустим взять три полных ряда то есть у меня 17 монстров улучшенных одетых более-менее и шести звездочных я же не буду использовать там трех четырех звездочного который не одет не прокачан и так далее это логично из этого всего из 17 монстров не всех можно взять там на арене и не всегда подходят они вы же понимаете всегда человек и игрок ищет контру какому-то там дефу я же не буду к примеру брать водяной состав там не знает айрона там бед еще кого-то против там ветреной пачки где еще и тем более есть валькирия это нелогично и нет смысла поэтому я дерусь тем чем есть ну и что есть то есть то и использую то есть стараюсь как-то пытаться комбинировать если у меня есть варианты там где-то шэнон побаловаться еще с кем-то ахмана там использовать но вот прокачаю я следующих своих монстров как видите я уже подготовил скоро сделаю возможно даже видео добавлю где я буду сразу четверых может даже пятерых эвейкать на шесть звезд вот поэтому будет так итак перейдем к навыкам нашей валькирии валькирия кстати добывается с гекса немножко ко в топу перейду печальная была ситуация когда сегодня зашел в чат человек открывал лего свитока ему упала валькирия ветреная и самая печаль когда человек недели три пытался с гексить валькирию и он это сделал а на второй день он вызывает с лего свитки ту же валькирию печаль да вот и я так подумал то есть не лучший персонаж особенно когда там достают феникса там ифрита тьмы из темного свитка света тьмы это абсолютная печаль это тоже самое приблизительно если достать там четверку и вейкнутую особенно какую-то там трэшовый какой-то там сельфит огненный и тому подобное вот перейдем к ее скиллам первый скил то есть ничем не примечательный обычная простака простака пипец обычная атака вот но плюс у нее в чем если вы добиваете этим скиллом первым скиллом персонажа у вас автоматически активируется второй скил что это значит вы пьете одного персонажа вы его добили рандомного ваша валька переключится рандомно вы никак там не наклейкаете не прошаманить и в бубен конечно можно параллельно стучать но честно проверял но не всегда работает не всегда вот то есть рандомная атака пройдет на другого монстра вот единственное когда этот скилл не работает к примеру если вы деретесь против перны которая должна воскреснуть если вы добиваете первым скиллом перну то есть еще персонажи которые там живые остались противоположной пати второй скилл не активируется так как перна все равно воскресится в общем это какая-то то ли доработка то ли нет но так оно работает вот перейдем ко второму скилу второй скилл восстанавливает 30 процентов от нанесенного урона и насколько вы знаете у вальки второй скилл лупит достаточно сильно и она может восстановить себе чуть бы там не половину хп то есть это очень хороший скилл и самый главный бонус этого скилла если опять же вы добиваете этим скиллом то вы получаете баф иммунитета то есть не победить не иммунитета а непобедимости это баф аналог как у той же там нил к примеру у той же хлои и у нового гора водяного который тоже кидает своего третьего скилла непобедимость неуязвимость вот неуязвим будем называть в дальнейшем и в чем прикол то есть все скиллы так скажем у этого персонажа они связаны к примеру да вот проведу ситуацию остается три монстра у которых хп ну допустим по тысячи вы знаете что валька добьет любого вы используете первый скилл она монстра у которого мало хп она его добивает использует второй скилл на другом монстре его же добивает получает после этого иммунитет и пускай даже у вашей вальки там один хп был при котором она всю эту штуковину проделала поначалу монстр допустим 3 атакует вашу вальку ничего не может сделать а вы в этот момент используйте свой третий скилл которому мы перейдем который кстати игнорирует абсолютно защиту какая она там не было неважно тысяча 500 или 2000 и вы добиваете допустим к примеру там третьим либо первым скиллом третьего персонажа то есть порой валька вытягивает такие бои такие бои я даже отчасти отчасти конечно же это немного несравнимые персонажи но неко похоже в том плане что они могут вытянуть очень запористые бои которые ты уже знаешь что ты в принципе проигрываешь а потом сидишь и удивляешься нифига себе валька выдала вот сравнить его можно с рамой отчасти вот и перейдем к третьему скилу это естественно тот скилл из-за которого используется сама валькирия и скажу сразу если у вас нет такого персонажа как хлоя как нил кто еще вот гор допустим тот же это по моему три персонажа которые именно могут кинуть иммунитет просто по моему по моему да действительно это три персонажа ну естественно топовым персонажем для нашей валькирии считается хлоя но если у вас нет то попробуйте добыть нил то есть это фея света она кидает на два хода иммунитет но она не настолько так скажем крута как все-таки хлоя хлоя это это мечта вот то есть как работает третий скилл вы кидаете к примеру идеальный состав там для арены не будем разбивать разбирать кто там в лидерах и кто будет четвертым то есть мы к примеру хлоя походила закинула свой третий скилл на все пати валька получает естественно не уяз и может использовать свой третий скилл после этого после хлои ходит к примеру к примеру меган которая добавляет атаку просто чем больше атаки естественно тем сильнее ударит ваша валька либо вот я собираюсь использовать с пиратом который третьим скиллом тоже добавляет атаку что нам в принципе и нужно вот и после этого естественно бьет там либо четвертый персонаж либо уже ваша валька и зачастую как минимум одного двоих она убивает то есть хороший средний урон у вальки с третьего скилла на каждую атаку наносит она кстати три атаки и бьет она рандомно вы никак там не наведете прицел она может ударить все три атаки в одного персонажа у которого там один хп остался либо там бить в огненного персонажа то есть это настолько рандомный скилл что иногда вы восхищаетесь что вы там сделали там как говорится трипл килл и враг еще и даже не успел походить либо походил но все атаки провел в иммунитет и в неуязвимость который вы кинули от хлой а потом ваша валька решила исход боя но вы понимаете скилл очень-таки рандомный не всегда вы сможете выиграть за счет вальки так как порой крича там разбивая клавиатуру она тупит и делает не то что вам бы хотелось вот но этим она и ценится в принципе своим рандомом своей лотереей и вы можете выиграть автомобиль вот что скажу по поводу урона средний и хороший урон это колеблется около 30000 с третьего скилла но скажу так довольно тяжело добиться этого урона что еще и шанс крита был хороший сразу сразу перейдем к ее статам лучший вариант для нее это добиться около 70 крит шанса вот если у вас цифра 70 это будет просто идеально и расскажу почему чуть дальше крит урон ну естественно чем больше тем лучше то есть этот д сравнимый к примеру там я не знаю с тем же люшином вот ее часто вот у кого есть люшин и валька то есть они даже в большинства боях человек колеблется кого же лучше взять вот а по рунам им нужны по сути дела одинаковые руны абсолютно одинаковые руны что люшину что катарине единственный единственная разница я скажу так что если у вас набилось немного точности то люшину это наоборот в плюс так как у него и первый второй скилл отчасти зависит от точности там накинуть крестом с коробок накидать дебафов и так далее валькирии же можно цифру вот эту вот нижнюю точность оставить в нуле то есть точность валькирии абсолютно не нужна ни один из навыков не влияет и не зависит урон от точности поэтому точность не нужно и никак качать стойкость ну от такой как говорится по желанию если у вас прокнет единственный лучшим статом это естественно является крит сила как минимум 70 вам нужно 70 ну и больше просто не нужно если у вас есть баф на крит шанс поговорим об этом позже ну и крит урон нормальный крит урон у валькирии это приблизительно там 10 10 220 но опять же я говорю моя валькирия не является показателем лучшего дэмэдж дилера среди валькирий так как сравнить к примеру от тех же топов у них здесь приблизительно 70 здесь приблизительно 240 и такая валька будет наносить здесь тоже около этой же цифры и валька их не наносит три атаки по 35 тысяч вы понимаете стоит 105 там около 100 тысяч урона внести один с одним скиллом ну не каждый так может и тем более это сквозь защиту а 35 тысяч в основном это такой даже не средний показатель каждого монстра это повышенный показатель такого даже танка к примеру час часунку естественно такая валька будет шотать вот поговорим по поводу бафов которые нужны первое это естественно неуязвимость неуязв от той же хлои от нил либо от гора воды вот второй баф который также очень нужен потому что урон будет слабее намного слабее это баф на атаку баф на атаку ей очень нужен так как чем больше атаки тем сильнее естественно жахнет ваш третий скил вот из минусов персонажа в защите на арене я бы ее не ставил ну как говорится я бы ее не ставил она у меня стоит уже полгода в защите у меня просто другого ничего нету но люди боятся из-за того что я 10 раз повторяю боятся хлои я ее в принципе тоже боюсь на арене но часто дерусь против хлои хотя у меня нет ни одного массового снятия дебафов кроме шарика который лежит в банке в загашнике на котором у меня нет рун да вот минусы вальки в том что я очень легко законтрить чем законтрить к примеру стоит такой же дэв как вот у меня сейчас я вам его покажу вот защита в чем минус такой защиты покажу в принципе на себе в том что к примеру да вы начинаете атаковать вот меня либо такой дэв моя хлоя к примеру закинула иммунитет иммунитет и не уяс на вальку но валька походит скорее всего там чуть бы не в самом конце у вас есть время для того чтобы к примеру взять ну если вы уже взяли ту же белку которая снимет баф с вальки и своим третьим скиллом она нанесет ну мизерный урон который вообще никак не помешает вашим монстрам и такую вальку вы очень быстро забьете шотните и так далее то есть самое главное когда вы атакуете вальку это снять с нее неуязвимость если на нее не накинули и неуязвимость следовательно валькирия не боец и ничего в защите не может вторым скилл немного может помешать но большинство валик вторым скиллом там не могут без бафа на атаку и так далее нанести больше там 20 тысяч урона это просто нереально вот итак перейдем по поводу бафов какой еще и баф нужен если вы добились таковой крит силы как 70 вам нужен в бафов еще такой поф как на крит шанс крит шанс добавляет 30 процентов крит силе что означают эти 30 процентов если к примеру у вас 50 процентов вот здесь он не добавить 30 процентов от 50 он добавит четкое число плюс 30 то есть не смотрите на то что там процент написан и так далее То есть, как видите, вот здесь вот и так отображается процент. Следовательно, если у вас 70 плюс 30, у вас получится 100% крит сила. Поэтому Валька нанесет 3 крита. Естественно, если по огненной стихии, там есть шанс гланса. Об этом мы уже говорили. Вот. Поэтому лучшими для нее баферами будут это Зик, огненный пес. Вот он, вы видите. Сейчас я покажу этот баф. Вот этот баф. То есть, он дает и силу атаки, что очень нужно. И крит шанс. И, что немаловажно, на 3 хода. Но лучше, чем Зик, я считаю, ну, в разных пати, конечно, по-разному заедет. Это Шарик. Он же Аквила, ветреный, так как он тоже дает и баф на атаку, и шанс на крит. То есть, идеальным будет. Также он снимает третьим скиллом баф из противника. То есть, это один из лучших персонажей, который сочетается с Валькирией. Вот. Поэтому персонаж очень-таки хорош. Поговорю о своих рунах, а точнее вообще о рунах. Идеальным сетом для нее является, это, естественно, рейдж. Вот он, ярость. Второй слот одевается всегда на силу атаки. Четвертый слот всегда на крит урон, а не как у меня, но об этом тоже чуть позже. Вот. И шестой слот тоже одевается на атаку. То есть, что для нее приоритетно? Это одеть максимальное количество атаки, процент соотношения, и просто хотя бы догнать вот такими вот числами атаку. Вот. Также ей крит урон очень важен и крит шанс. То есть, крит шанс 70 добить, крит урон по максимуму хотя бы там от 150 и выше. Вот. Ну и чем больше атаки, тем тоже сильнее у вас будет крит урон. То есть, максимально эти статы. Скорость ей не особо важна, хотя, в принципе, вы видите, тоже неплохо. Зачастую моя валька ходит быстрее, чем вражеские ДД, а это уже неплохо. Вот. Стойкость. Ну, это уже такое, как у вас там прокнули руны, и вообще, что у вас хорошее есть. Поговорим о моих рунах. Я их не менял, как я уже давно говорил, где-то около там месяцев пяти, может даже уже и полгода, так как это моя первая первородка, ее не назовем. Первый монстр с шести звезд. Вот. Я ее тогда как одел, просто руны дотачивал. Вот. Так она у меня есть, вы видите. Вот. Я ее использую почти во всех боях. У меня руна несчастная, плюс 9. Так еще и с непонятным статом. Ну, в принципе, 22%. Тоже неплохо. Вот. То есть, у меня в четвертом слоте одета крит сила. Изначально на ней сет одет, вы видите, какой. То есть, натиск. Ну, что есть. Да. Печальная. Ну, нет у меня толкового рейджа. Единственный рейдж, который у меня одет и тот на вегоре. И то с того сета. Единственное, это четвертый слот. Мне бы заехал. Но все равно в шестой слот у меня нет атаки. Следовательно, мне нет смысла ее сейчас переодевать. Ну, и в чем плюс такой вальки? То есть, я ее не использую против толстых мобов, у которых выше там 30 тысяч хп. И... Ну, или еще больше. Почему? Потому что моя валька выдает своим третьим скиллом. Даже вот при таких вот кала шлако-рунах 20 тысяч. И я считаю, это неплохо. То есть, 60 тысяч урона выдать третьим скиллом, это тоже неплохо. Так как она у меня была одета раньше чуть-чуть по-другому. И выдавала 22 тысячи урона третьим скиллом. Но крит-шанс был у меня, знаете, сколько? 37%. И сравнить между тем, что так она критует, ну, почти всегда, 3 удара своим третьим скиллом. И выдает 60 тысяч. А тогда она критовала там, ну, зачастую 1, ну, иногда 2 крита она давала третьим скиллом. И если бы она выдавала 3 крита третьим скиллом, она бы там наносила 70 тысяч урона. А так она вносит 60 тысяч, но стабильных, четких. И зачастую она меня радует. Вот. Не во всех, естественно, боях я ее использую. Только против более тонких монстров. Вот. В принципе, все персонажи на сегодня будем также продолжать по 6 монстров. А. Единственное, что я забыл поначалу сказать, это Боретта. Так как, я уверен, мне это вспомнят. Вот. По поводу Боретты. Что одето у меня и что используется зачастую? У меня одета скорость. ХП. ХП. Видите, руны недоточенные. Кстати, ввели прикольную тему. Как вы видите. Вот. 10 раз нажал одну кнопку. И 10 раз идет улучшение. Хотя, не знаю, мне не повезло. С 12 у меня даже на 13 не точнулось. Видимо, настолько я везучий. Вот. По поводу рун. Естественно, вот этот билд. ХП-ХП. Он у меня стоит для чего? Для того, чтобы Боретта дольше жил в башне. Так как там у него было 16 тысяч ХП. Он вздыхал. И был таким куском, который не особо помогал мне проходить башню. Но когда я его переодел, знаете, проблема решилась. Если бы сейчас эти руны были плюс 15, то ХП у него было бы около 32, возможно, даже больше тысяч. Так как родной стат ХП у него, вы видите. Хотя монстр-то атакующий. У него очень большой родной стат ХП. Очень большой, я считаю. Поэтому ХП можно одеть и не брезывать. Если для арены его одевать, то, опять же, второй слот всегда идет скорость, я считаю. Другие статы Боретта должен быть более-менее быстрым. Хотя бы там 170 скорости. Желательно ему там сделать 200 и выше, конечно же. Чаще ходит, чаще кидает свой третий скилл Феникса. Больше дотов. Быстрее монстры убивает. Больше контроля и тому подобное. То есть, не мне вам рассказывать. Четвертый слот. Ему одевают либо крит урон, либо, опять же, ХП оставляет. То есть, это такое. Смотри, какие руны. Если сделать с него демедж дилера, то почему бы и не одеть четвертый слот. Ну, КД. Critical Damage. А в шестой слот его одевают, опять же, либо точность. Ну, 8-10 человек ему одевают точность. Так как все-таки большинство верит. И я не говорю, что это неправильно. Так как я тоже все-таки больше склоняюсь к тому, что точность решает у него. И лучше... Ну, опять же, у меня нет хорошей руны на Деспайерную точность. Там шестизвездочная. Чтоб я ему донал, там, сделал около сотки, там, точности и тому подобное. Так еще, чтоб и ХП было больше 20 тысяч. Поэтому я скомбинировал и сделал так, как есть. Я не говорю, что это правильно, но есть, как есть. Вот. Поэтому можно ему одеть атаку и использовать его на арене, как даже дэмэдж дилера неплохого массового феникса. Он тоже выдаст такие неплохо. Я вам серьезно говорю. Его можно сравнить немного. Это же все-таки собрат Тайрона. Но функции у них все-таки немного разные. Тайрона в башне, к примеру, я использую, ну, может, один-два этажа каких-то, когда мне нужен дополнительный контроль, или когда у меня его не хватает. А вот Боретта используется всегда. Вот. Альтернатива, кстати, поговорим по поводу этого. Я даже спорил с некоторыми игроками в чате. В 444, конечно же, родной чат. Вот. По поводу того, есть ли смысл одевать Боретти Виол. То есть, вилы. И, знаете, все-таки мнения разделились. Скажу так, что если вас попрет на вилы, то есть попрет на то, что вы будете делать там 2-3 хода в бои на арене, я не считаю, что это будет круто. А вот в башне, почему бы и нет. Да, вы меньше будете станеть. Но, если у вас хватает контроля, и вы считаете, что вам не нужен стан от Боретты, почему бы не одеть его в вилы? Вот скажите, пожалуйста. Чаще будет ходить, будет чаще кидать доты, будет турбулентностью снимать атак бар чаще. Вот. Следовательно, монстры будут быстрее лопаться, из-за того, что у них там будет полоска с 10 дебафов. Особенно, если это все доты. Вообще красота, я считаю. То есть, альтернативой, если бы у меня был бы, к примеру, не было бы Деспайра, а был бы сейчас Виол лишний, серьезно, я бы его переодел бы, и, возможно, когда-то я это сделаю, и просто протестирую в башне, не на одном там двух этажах, а даже пройти там чуть бы не с первого по сотый этаж. То есть, что лучше будет, Деспайр, либо все-таки Виол. Потому что, скажу так, что я в башне использую сейчас, даже покажу, какой сетап. Денежка. Вот, то есть, мой стандартный. Вы видите, еще не проходил. Стандарт для данжа у меня вот такой вот. Едем дальше. Так, это Дру. И либо Белка, либо Ахман. Ну, естественно, на первые этажи я прохожу, выставляю просто массовиков, чтобы пролететь эти этажи. Хилл мне не нужен на первых этажах абсолютно, потому что монстры тонкие, маленького уровня и тому подобное. И Шеннон. Вот, то есть, это с таким составом я прохожу около, не меняя его, около 80 этажей, даже ничего не комбинируя и тому подобное. Стан, вы видите, у меня идет от Боретты, от Веромоса. Ну, естественно, наше ведро исполняет роль даже как вот Бернарда. То есть, он просто добавляет полоску хода для всей пати, для того, чтобы пати быстрее ходила, чаще, чаще ходит, чаще доты кидает, чаще станет, вы понимаете. Больше контроля. Вот, Ахман у меня, естественно, для подхила используется, но из-за того, что я его переодел в виллы, он иногда 2-3, даже порой 4 монстра держит в агре, из-за того, что шанс агр у него достаточно большой, по-моему, около 80%. Вот, то есть, он тоже является очень хорошим контролем. И только за счет него я прошел 50 этаж прошлой версии Харда. Недооцененный монстр, раньше его как-то больше юзали, но, вы видите, не скормил, я его оставил, и он мне помогает и сейчас. Вот. Единственное, не перейти его на 100 этаж, когда есть такой персонаж, как, кто там у нас, Лилит, а второго зовут, как его там, в общем, чувачок этот, дядька, не используйте Ахмана, так как у него 50% защиты от крита, я не помню, по-моему, у той бабы Лилит, тоже, по-моему, защита. Но, в общем, на 100 этаже я Ахмана не использую, так как 50% того, что он кританет и подхилит, это мало. Лучше взять ту же часунку, либо ту же белку. У белки есть раскол и 100% подхил. Вот. Ну, и Шенон. То есть, вы видите, получается, у меня 4 персонажа, которые потенциально могут контролить и 4 стана. И 3 из них это массовый стан. Поэтому стана мне хватает, в принципе, и почему бы и нет, я бы одел бы Боретту в Виол и попробовал бы. Я думаю, закатит. Но, опять же, это нужно тестировать, я не говорю, что это классно. То есть, и так и должно быть. Опять же, поменяли магазин, насколько вы помните. Сейчас уже в магазине, если вы 30 и выше уровень, насколько я помню, 2-х звездочные руны уже не будут. То есть, 3 и выше. То есть, шлак убрали с магазина. И это приятный бонус. Также добавили куски на Лего свиток и также на свиток Света и Тьмы. На Света и Тьмы нужно 50 кусков, по 5 кусков. И средняя цена их, по-моему, была около 150 тысяч за 5 кусков. Следовательно, вам нужно потратить то есть, около 1,5 миллиона, чуть больше, на то, чтобы вы собрали свиток Света и Тьмы. Не знаю, стоит это того или нет. Я буду собирать, так как мне нужен Ашер. Эшер. Волк Света. Вот. Также добавили Лего свиток, который стоит кусок, точнее, 5 частей из 100. Стоит, по-моему, 175-180 тысяч. Следовательно, то есть, полный свиток, для того, чтобы вы смогли вызвать, вам упадется около 4 миллионов маны. Опять же, стоит это того или нет решать вам. Собирать я его лично с магазина вряд ли буду, хотя маны мне сейчас хватает, но эта мана у меня собирается для того, чтобы точить правильные руны, которые я опять же скоро буду выбивать. Вот вы видите, я прокачал для Карла. Карл оказался имбой. Поговорим о нем прямо сейчас, так как третий скилл, я его протестировал, и он пробивает неуязвимость Хлои. Следовательно, такие как Хлоя для него уже могут быть не проблемой, и в хороших рунах он может просто Хлою вынести до того, как походит даже вся его остальная там пати вражеская. То есть, очень оказался неплохим вариантом. Конечно же, если бы у меня сейчас был бы Тревор, я бы его также бы пиарил, но, скажу так, вот Тревор и Карл, у них немного разные задачи. Я считаю, что Тревор это более защитный персонаж, но в атаке он тоже используется часто, а Карл больше ориентирован только на атаку, так как в защите я считаю, что его можно законтролить, где-то там иммунитет, еще что-то и тому подобное. Вы знаете, что Тревор в защите делает такие вещи, отчасти похожи на раму, я их часто сравниваю, часто даже вижу в чате, там, не знаю, в гильда чате и тому подобное, когда Тревор остается один и выносит всю пачку из-за того, что либо человек был неподготовлен, либо просто не рассчитывал на то, что Тревор такой сильный. Но, я же говорю, Карл и Тревор это хорошие враги друг к другу, так скажем, и все-таки Карл точно не хуже Тревора, скажу так. Вот. Но о нем уже будем говорить чуть дальше, когда я его прокачаю, когда я его там в руны более-менее какие-то одену и тому подобное. Итак, в общем, это та шестерка монстров, о которых я говорил и хотел поговорить сегодня. Думаю, для многих информация будет полезная. Также будут и следующие выпуски, и третий, и четвертый, как минимум. Так, всем спасибо за просмотр данного видео. Думаю, информация была полезной. Используйте правильно навыки, точите, комбинируйте монстров, одевайте в правильные руны, не бойтесь экспериментировать. Всем удачи, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин